Пни рубят, щепки летят. Новый фрейзер, приобретенный специально для городского хозяйства, за 15 минут справляется с пеньком любого диаметра. Раньше за день вручную рабочие могли выкорчевать не больше 8 штук. Теперь производительность труда выросла вдвое. У нас в городе появился корчеватель пней, который спиливает пни любого диаметра, после чего на это место можно посадить новое дерево. Фрейзер оставляет лунку глубиной 70 сантиметров, и через какое-то время на этих же местах можно высадить новые, неаварийные деревья. С ветхими растениями разговор короткий. Срубленные деревья специальная установка перерабатывает в опилке. Быстро и экологично. Занимает объемы намного меньше для транспортировки и подобных вещей. Вполне коммуникабельная, компактная установка, то есть мобильная. В любой точке города возможно применять ее, так как она постоянно в движении находится. И технические характеристики очень хорошие, техника очень замечательная просто. Удовольствие работать. В измельченном виде в один КамАЗ помещается в 5 раз больше опилок. Если вывозить ветками, пришлось бы делать несколько рейсов. Экономия налицо. 15 тонн дерева за одну поездку. Приводят в порядок в Самаре и газоны. Каждый день работает до 120 человек. Косят и собирают траву. Мы основные улицы уже прошли некоторые по два раза в связи с тем, что у нас обильно идут осадки. И солнышко, а то трава очень хорошо растет. Косим, косим и еще раз косим. Служба благоустройства уже вовсю работает в летнем режиме. В распоряжении 85 триммеров. Около половины из них закуплены в этом году. Плюс три новых газонокосилки. Часть новых триммеров отличается более удобным навесным оборудованием. Работают не только с леской, но и с диском, что позволит быстрее скашивать крупную траву. Амброзия вдоль дорог встречается не так часто, как во дворах или на незакрепленных территориях. Но покос газона важен не только с эстетической точки зрения. Трава, особенно на оживленных участках, быстро покрывается слоем пыли. И без стрижки не обойтись. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.